В каждой дисциплине есть тот момент, когда ты понимаешь, что достиг цели. Возможно, это пройти в топ-8 на Иву, выйти на главную сцену Интернешнл, или отплететь от китайской команды на чемпионате мира по Лигу Леджендс. Каждый успешный проигрок может сесть и вспомнить этот момент, где они могут посмотреть вокруг, улыбнуться и уверенно сказать «Я сделал это!». И для большинства игроков именно эти моменты являются ценными. Настоящий рубеж в попытке стать лучше всех. И в CS GO этот момент наступает, когда ты получаешь шанс сыграть на мейджоре. Предоставляется шанс для дизайна собственного стикера и навсегда внедрить себя в этот чертов код от Valve. Но для одного из восходящих австралийских талантов, это был не шансом для того, чтобы быть торжественным и церемониальным. А шанс немножко понаглеть. Какие наши ожидания от турнира? Мы толстые, накачанные. И произвести шикарное первое впечатление. Почти все моменты Оли, Дик, Стэйси, Тир, не пойманные на камеру, это шанс для... Гоняния балды. Если честно, я чувствую, что все любят хорошую шутку про члены. Те люди, которые возмущаются, что это незрело или еще что-то, они воспринимают себя слишком серьезно. Жизнь слишком серьезная. Каждый должен любить хорошие члены, и все. Итак, что же побудило Биг Дик, Стэйси нарисовать член на своем стикере для мейджора? Как он частично ушел от наказания, и как это навсегда изменило культуру мемов в Counter-Strike? Итак, если вы никогда не слышали о мистере Стэйси... Вообще это вполне резонно. Он не столько известен своим скиллом, он известен своим образом. Я хочу выиграть чисто, люди в этом году на меня давят, хотят, чтобы мы выиграли, поэтому почему бы и нет. Если бы ты хотел выиграть чисто, ты бы не позвал бы Дик Стэйси. И мы не говорим, что Дик плохой игрок. Он просто немножко говнюк. Как видите, оправдывая свое имя, единственная вещь, которая волнует мистера Стэйси... Ну... Члены. Я имел ввиду шутки про члены. Итак, куча таких криминальных личностей из подполья. Дик Стэйси буйный, шумный, и немножко зациклен на своем пошлинком юморе. Это австралийский юмор, который не все люди могут понимать. Немножко непопад, иногда сухой. Мы больше смеемся над самим собой, даже иногда шутим по поводу бурных выходных. Не воспринимаясь серьезно, что они же пояса. Дик был одним из самых харизматичных и перспективных талантов в своем регионе. И уже через год, когда он себя показал на любительской сцене, он попал в состав своей первой организации, Грей Хаунд Гейминг. И оставайтесь с нами в дальнейшем, а сейчас валить нахер отсюда. Вали, вали, вали. На конец 2018 года Дик и его команда проделали нелегкий путь и выступили на нескольких международных турнирах. И несмотря на то, что они финишировались всегда последними, они упорно работали наряду с Ренегейт, чтобы закрепить на карте австралийский КС. Итак, мы стоим рядом с Биг Дик Стейси, расскажи про ожидания турнира. Какие наши ожидания от турнира? Мы толстые и накаченные. Мы вставляем прям туда, голова вперед, и прям туда. Красиво и жестко. Посмотрим, что у нас получится преподнести. Не знаю, можно ли сказать лучше в данной ситуации или нет, мы услышали, что говорят в Грей Хаунд Гейминг, посмотрим, что говорят в другой команде. Если говорить про соревновательный момент, то мы очень припозднились в Counter-Strike. Европейская и американская сцена, там больше шло денежных вливаний на ранней стадии, и мы просто отстаем в классе. Просто из-за развития сцены, и какой они имеют поддержку, и мы где-то претемся сзади, и всегда будем позади, если мы только не обойдем их. Биг Дик Стейси начал потихоньку превращаться в звезду, в ходячий мем, от которого каждый хочет кусочек. И даже если они не знали. Но в начале 2019 года все труды Дика стали приносить плоды, когда он прошел на свой первый мейджор. Не знаю даже, что сказать. Кровь прям проходит через меня. Я очень счастлив. Это была большая новость для Дика и комьюнити КС в целом. Не только тем, что мистер Стейси выйдет на большую сцену, где гарантированы зрители, но и этот мемодел получил право на дизайн собственного стикера. Это мечта любого игрока в КС. Ты тратишь кучу часов в эту игру, и получить стикер это считает закрепить себя в игре, и ничего не может быть лучше того победного раунда на азиатском миноре. Просто взрыв. Я сейчас очень возбужден. И сейчас делать свой стикер с моим именем и моим почерком, это очень впечатляет. И неважно, через квалификацию на мейджор или капсулу сообщества, получить свой стикер что-то означает. Если отложить прибыль, неважно, организация игрок, или вы делаете контент, получить право на собственный дизайн вещи в какой-то игре стоит многого. При этом обычно это та вещь, к которой игроки относятся очень серьезно. Некоторые игроки тратят свою карьеру, чтобы попасть на мейджор. Это означает, что ты хочешь оставить след в игре, которой ты посвятил свою жизнь. Стоит сказать, что Дик Стейси не настолько глупый и прямолинейный, как кажется. И он хотел, чтобы стикер отражал это, потому что в конце концов, кто бы не захотел нанести большую палку колбасы на калаш и пойти издеваться над сильверами. Я думаю, это то, кем я являюсь. Я не воспринимаю жизнь всерьез. Я думаю, аспект серьезности, это как достичь этого состояния. Тем более, я сам решаю, что мне туда поместить не обязательно должно быть что-то серьезное. По большому счету, игровая индустрия, она больше для развлечений. Я решил поместить ту вещь, которую весил воспримет комьюнити. И после долгих раздумий над своим аксессуаром для мейджора, он отправил Valve пенис на напоминающую вещь. Изначально Габенли клюнул на эту удочку. Дик Стейси мог вполне стать единственным игроком в CS GO, которому был отказан в дизайне своего стикера, потому что он был неприличным. Я отослал самый худший вариант первым и не получил письмо в ответ, так что все должно быть хорошо. И по-хорошему, человек, который себя не идентифицирует при помощи Палоса, просто бы сдался. Но Дик Стейси не из таких людей. И в попытке, чтобы удовлетворить самого мифического-мистического разработчика в киберспорте, он сделал второй вариант своего достоинства. Самое забавное, что в этом случае ему помогла мама. Если честно, то мама всегда меня поддерживала во всем. Я написал в Твиттере, что могли бы предложить для моей артистической картины члена. И моя мама увидела этот твит и сказала, что давай я в этом поучаствую. А так как у нее всегда был хороший почерк, у нее получилось. И пока комьюнити выражало респект за то, какая крутая у него мама, Дик очень пристально смотрел, что ответит Valve, и попытаются они ли его опять заблокировать. И ожидаемо, они это сделали. Дик впадал в отчаяние. Уже говорил, что его творение будет написано жастым, немыслимым кошмаром под названием Comic Sans. Слава богу, до этого не дошло, и так называемый стикер члена наконец-то был выпущен в свет. Мой стикер оригинальный, красиво-артистичный, мультяшное творение, написанное курсивом, было заблокировано за 24 часа до окончания заявки, и я думал, блин, что делать? После этого я просто написал жирным шрифтом слово «член», потому что это я. Думаю, это очень просто, лаконично. Хотя нет, на самом деле он получился каким-то тонким и худым. Почерь, которая меня провела, не была таким тонким. Возможно, я не ошиблюсь в размерах. Думаю, ты же не можешь просто так выбрать размер своего члена, не так ли? Он красивый, очень красивый, он потрясающий, просто хочется обнять его и поцеловать. Несмотря на разочарование многих людей, стикер был именно тем, что хотел сам Дик Стейси. Способ самовыражения для обычных и профессиональных игроков. Момент поиздеваться и вкусить эту энергию большого члена. И несмотря на то, что Дик и его команда вылетели с обоих мейджоров в Котовице и Берлине, это не из-за того, что они не пытались играть. Это все Мальта, он это сделал. Хочу отсосать у него член. Потому что в конечном счете, это то, чем является стикер с надписью «Член». Делать невозможно. Быть накачанным и заряженным, и идти глубоко и долго. Даже когда никто этого не ждет. Да, он может быть исключительно мемом, но Дик Стейси долго для этого работал, чтобы быть там, где он сейчас. И его история успеха по праву является одной из вдохновляющих. Что еще важно, он к осмеложился, чтобы продвинуть свою страну на прост сцену, попав на два мейджора подряд, и в итоге частично повлиял на австралийскую тусовку, которая проходила в 2019 году. И несмотря на то, что Дик был отправлен в запас по состоянию здоровья, он уделил время тому, чтобы выразить благодарность комьюнити, которая его поддерживала. И рассказал всем, что тот образ, по которому они его знают, является главной частью его личности. Для всех балаболов, которые думают, что рассказывают шутки про члены и поддерживаю образ, они могут пососать мои волосатые яйца, это не оба сатоки, я на самом деле являюсь. И несмотря на то, что стикер Дико сконструировал мемы в КС, это не просто детская шалость. Это символ непоколебимого пожертвования и похуистического отношения, которое превратил Оли Тирни в игрока мирового класса, которым он так мечтал быть. И даже если он не совершит триумфальное возвращение в КС Гоу, он оставил след как самого большого, смелого и любимейшего образа в КС. И это достояние, которому он может гордиться. Я надеюсь, что был образцом подражания для молодой аудитории и показывал, что надо наслаждаться процессом. Потому что есть ощущение, что проигроки слишком зациклены на результате и их собственной игре. И для того, кто, будучи молодым, путешествовал по миру и еще за это платит деньги, большие деньги. Реально играть в игры и еще за это тебе платят, это вообще мечта. Надеюсь, что был интересной личностью и то, что этот драйв, который показывал, был примером, за которым можно последовать, протаптывая собственный путь. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравились множественные упоминания дрына между ног. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте, что каждый комментарий для нас важен. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропускать следующие анонсы видеороликов. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на донейши налет есть внизу в описании. Всем до скорой встречи и увидимся в следующих роликах. Продолжение следует...